В Краснофлотский районный суд направлено уголовное дело двух бывших сокамерников. Они фактически на удачу забрались в коттедж, где нашли деньги и ценности на 3 миллиона рублей. Уголовники сорвали куш в марте в районе поселка Березовка. В коттедже, в который попался на глаза выпившим приятелям, проживает состоятельная пара. Самое удивительное, что в момент кражи хозяева были дома. Супруги спали на втором этаже своего дома и узнали о случившемся только утром. Кража была фактически спонтанной. Подельники встретились накануне и выпивали в Березовке, где жил один из них. К часу ночи товарищи пустились побродить по коттеджному городку, поискать какую-нибудь добычу. Выбор пал на презентабельный дом, во дворе которого не было сторожевой собаки. Уголовники перелезли через забор и через тихо взломанное окно пробрались через него внутрь. При тихом обыске они нашли 350 тысяч рублей, 2600 долларов, два мобильных телефона, несколько пар очень дорогих наручных часов, очки и документы. Ушли домушники также тихо, не разбудив хозяев. Сотрудники уголовного розыска городской полиции совместно с коллегами из регионального управления МВД установили, что кражи имущества причастны двое подельников 30 и 36 лет. Ранее они привлекались к уголовной ответственности за тяжкие преступления, а также отбывали наказание в местах лишения свободы. Сначала сыщики вышли на младшего подельника, который проживает в Березовке. Из колонии он освободился всего за месяц до кражи из коттеджа. Второй уголовник успел укатить во Владивосток, где в лучших воровских традициях кутил после удачного дела. Схватили его в игорной зоне, где он с удовольствием тратил чужие деньги. Кроме того, мужчина успел в Приморье еще и угнать машину. В числе сожженных вещей, от которых недалекие сообщники предпочли избавиться, как от улик, были баснословно дорогие часы. Маргиналы просто не представляли себе их ценности. Обоим за кражу в особо крупном размере грозит до 10 лет колонии. С места происшествия Елена Жукова и Андрей Алферов.